здравствуйте друзья сегодня я хочу вашему вниманию предоставить обзор такой небольшой обзор на камеру судя по коробочке кто эти обзоры смотрел понял это камеры и кин все модификации девятки и тройки может какие-то еще идут в этой коробочке то есть наружу не написано какая-то модификация конкретно это видно по содержанию внутри эта камера эйкин h3r она менее популярная чем этим девяточка но я выбрал ее именно потому что мне есть определенное преимущество я вам его покажу это наличие вот этого экрана на самой камере который показывает ведется ли запись данный момент и в каком качестве то есть когда использовать монопод это очень удобно видно что идет запись экранчик виден эта камера вай фай то есть все что она снимает можно увидеть на экране телефона смартфона планшета и камеру установить в каком-то месте и смотреть на экране телефона что он снимает данный момент эта камера эта комплектация мне обошлась чуть менее 5000 ссылку на эту камеру естественно я дам в описании но прежде чем ее допустим покупать а качество съемки у нее достойное мне понравилось я бы хотел кое о чем как бы вас предупредить об этом остановлюсь чуть позже таких обзоров на ю тубе я не нашел поэтому решил снять свой так сказать оригинальный обзор вот с теми детальными на которые хочу обратить внимание ну что касается комплектации я уже вам говорил что вот эта комплектация монопод зарядное устройство вместе вместе с провода вот она зарядное устройство на 1 ампер пройдет от обычного телефона вот это зарядное устройство со вторым аккумулятором вот он такой маленькая вот второй аккумулятор это вещь нужно естественно сюда я положил то что на мой взгляд необходимо ежедневно что касается вот этих вот бесконечных присосок которые присутствуют в комплекте здесь большинство не нужно единственное что пригодится наверное это вот задняя крышка аквабокса может быть когда это выйдет из строя салфеточка с какими-то проводочками я их еще не воспользовался не пользовался им не распаковывал плюс две вот идут такие липучки одна липучка она плоская сюда вставляются здесь есть такие защелку защелки то есть прилепляете куда-то вторая присоска такая немножко закругленная сделана она для шлема то есть камеру на шлем не занят мотоциклетный какой-то еще шлем ну и все те же самые стандартные у нее вещи для вот для таких вот манипуляций чтобы она собиралась и все что касается вот этих сопряжением с липучками плюс вот это может быть понадобится она допустим на руль автомобиля вот здесь вот это дело откручивается сюда приделывается камера либо на какой-то штырь можно использовать но я этим не пользуюсь есть другая вещь которая мне кажется более удобный это вот такая 100 рублевая подставочка вот смотрите она на мягких ножках вообще стандарте она идет с креплением для телефона ножки этим можно заматывать вокруг чего-то и вот быстро приспособить к любой трубе либо просто поставить почему она подходит для камеры а потому что вот интерфейс у нее крепления то есть штырь он стандартный то есть то что у нас входит в камеру сюда комплект камеры мы также прекрасно все это накручивается вот так или так накручиваем за ножку держим все штатив у нас уже приспособлен не под телефон а под камеру закрепляем ее сюда все снимаем сами себя и еще чего то есть вот купить вот эту вещь как бы нужно стоит она недорого ссылка на нее конечно я дам тоже в описании ее можно с любой стороны допустим одеть на монопод здесь есть такое поворотное колесико зафиксировали вот пожалуйста поворачивайте снимаете зафиксировать посильнее чтобы она вот не болталась и это достаточно удобно плюс взял такую прищепочку в случае если я снимаю с монопода и одеваю на кармашек куртки вот эта прищепочка сейчас застегивается и это можно вести с кармашек куртки с одежды запись вещь удобная такая вот откручиваем сейчас обратно ну естественно аквабокс требуется для работы как под водой так и в запаленной местности единственное что у аквабокса у аквабокса ввиду его герметичности вода твоя не попадает ну и звук не попадает поэтому нужно записывать звук отдельно на микрофон и потом замещать программе редактирования видео сейчас мы это все разберем микрофон там стоит маленький с булавочную даже со спичечную головку поэтому качество ожидать звука хорошего не стоит теперь об особенностях на ю тубе много видео которые показывают что разбирается эта камера меняется микрофончик на более мощный и более того вставляется гнездо на три с половиной миллиметра для подключения внешнего микрофона петлички для снятия себя с монопода да и вообще с подставочки это очень удобно я думал что проделаю эту операцию здесь таким же образом но столкнуться со следующими трудностями как можно видеть здесь у меня уже как бы такая трещина пошла потому что я пытался сделать это все самостоятельно снять переднюю крышку заднюю крышку снять здесь невозможно потому что здесь все как бы завальцовано но доступ реально получить к внутренностям этой камеры для того чтобы поменять микрофончик посмотрите купил я вот такой вот микрофончик уже как бы припаял его и гнездо схема распайки она в интернете есть там достаточно просто для того что вот один проводочек даже отвалился для того чтобы работал и микрофончик который от 1 5 7 больше чем тот который внутри вот здесь вот стоит и вот это гнездо планировал тут установить сюда как положено здесь это произвести не удалось поэтому вот это до лучших времен я убрал пакетик здесь каким-то образом электроника немножечко другая причем она настолько плотно там сидит что там не то что вот такое вот устройство там даже вот в 10 раз меньше места нет установить вообще невозможно не сюда поставить не сюда не для микрофона места нету не для гнезда более того она сделана таким образом что она вот эта крышка на защелках не крепится она спаяна для подключения камеры к мобильному телефону предлагается отсканировать вот этот штрих-код который на коробочке однако мне не удалось установить на телефон ту программу которую он распознал и я выбрал другую программу которая называлась по моему черекам сейчас мы посмотрим вот она запустится сейчас черри экшн к да она на маркете в свободном доступе бесплатная и она принципе работает нормально нажимаем на камере вот эту кнопочку waiting for wi-fi connection и пытаемся соединиться еще раз перезапускаем эту программу и пишет у нас тут плески пол из connection вай фай все время держите включено вай фай вот она у нас появилась вот этого соединения я поворачиваю камеру все это отображается на телефоне практически без подтормаживаний купить эту камеру вы можете по ссылке перейдя под описание видео она вам понравится но если вы не будете дорабатывать ее с помощью микрофона и у гнезда для петлички потому что купить готовую камеру с гнездом для петлички но сейчас за доступные деньги но фактически невозможно приходится что-то брать и дорабатывать вот эту камеру заработать нельзя это ее пожалуй единственный минус который я нашел использую я микрофон самый простой китайские даги которые стоят меньше 100 рублей вот сейчас звук пишется на него и сейчас я вам его покажу вот отсоединил вот он такой микрофон сейчас наверно шум пошел смотрите 1 1 1 запись идет сейчас на него написано даги качество за свои деньги неплохое и нашел я естественно его на обзорах youtube его рекомендуют в качестве одного из лучших дешевых микрофонов на свои деньги он пишет по моему неплохо так присоединяем его обратно к фотоаппарату ну чтож если вам понравился мой обзор ставьте лайки если в не понравился ставьте дизлайки всем пока и Продолжение следует...